Иисус, утрудившись от пути, сел у колодези. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Иисус говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама попросила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. В имя Отца и Сына и Святаго Духа. С воскресным праздничным днём вас сибирьше поздравляю, дорогие братья и сёстры. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Неделя пятая по Пасхе, и мы с вами говорили о том, что неделя четвёртая, пятая и шестая по Пасхе, мы будем вспоминать некоторые, видимо, очень важные события, когда Господь наш Иисус Христос был на нашей грешной земле, и настойчиво Церковь нас постоянно обращает наше внимание на эти события. Вот если взять прошлое воскресенье, неделя четвёртая, по Пасхе, о расслабленном, то там два весьма наследательных для нас важных в деле нашего спасения вот таких событий произошли, и слова, которые мы услышали от Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, конечно, это важность терпения, родные мои. 38 лет человек в расслаблении ожидал чуда, исцеления, причём не усомнился в том, что это, если Богу будет угодно, это произойдёт. 38 лет. И Господь обратил внимание на это, на нас с вами. Он чётко, совершенно и сказал, претерпевый до конца спасётся. Ещё раз повторюсь, Господь Бог ведёт нас по спасению, и Он сказал нам, претерпевый до конца спасётся. Что это означает терпение, причём терпение до конца? Мы уже говорили об этом, что есть терпение Христа ради, это терпение спасительное. А вот просто терпение, ну вот заболел человек, ну и болеет он, ну и как бы, это просто терпение. Просто терпение. Терпение Христа ради, это терпение во спасение. Чем отличается то от другого? Дорогие мои, вот, например, будучи в Боровлянах, в онкологическом отделении взрослом, вот ко мне взрослый человек подошёл и спросил меня, почему именно я заболел? Почему именно я заболел? И другое дело, всё-таки верующие люди, которые часто, находясь на какой-то ступеньке восхождения, говоря к Господу Богу, спрашивают или достигают такого состояния, когда кажется, ну я должен вообще-то по своим делам провалиться сквозь землю. Почему Господь Бог терпит меня, ещё даёт мне какое-то здоровье, и мы на своих ножках пришли в Храм Божий и так далее. То есть нам удивительно это, почему мы достойные наказания, не наказываемся Господом Богом. И здесь, родные мои, мы должны чётко стоять на позиции о том, что Господь сотворил и окружающий нас мир, и каждого из нас с вами, каждому он душу свою, вдул в наше тело. Он нас любит, он нас любит. И как любящие родители, вот мы с вами, родители или бабушки, дедушки, мы наказываем своих детей, внуков. Ну наказываем, конечно. Мы ненавидим их и со злобой наказываем. Нет, мы же по любви их наказываем для того, чтобы наставить действительно на путь правильный и показать, чего нельзя делать в этом мире, какие поступки являются проступками. То же самое Отец наш Небесный, который нас любит. Он действительно смотрит на нас и поражается тому, что что мы знаем, что не должно творить на этой земле, а творим на этой земле. Мы от пагубных и мерзких мыслей не отбиваемся, хотя оружие Господь на Голгофе дал нам, крест честный и молитву. Все нам дано для этого, а мы этого не делаем. И, конечно же, мы как верующие люди, в первую очередь, претерпевая какие-то трудности и болезни даже, какие-то тяжелые, мы в первую очередь думаем, а что я не так сделал, что я не так сделала, что хочет сказать мне Господь вот этим испытанием, которое Он мне послал. Это очень важно для нас с вами. Ведь неверующие люди, которые не переступили порог церкви, они, в общем-то, прячутся за словом «случайно». Все так случайно, кругом. Ну, просто случайно так сложилось. Атомы случайно в молекулу какую-то там составились, и вот что-то какое-то... За миллиарды лет, опять же, они прячутся за эти огромные цифры, и любой человек скажет, ну, действительно, если миллиарды, там, миллионы лет идут, ну, наверное, что-то должно стрястись. Так вот, ученые... А ученые говорят, что ничего не стрясется. Из неживой материи живая материя никогда не появится. Никогда. И поэтому мы твердо стоим на позиции той, что действительно есть гениальный инженер, который сотворил весь окружающий нас мир. А ведь нам говорят каким образом? Как можно в 21 веке быть верующим? Вам же так говорят, ваши знакомые, или на работе. А мы недоумеваем, недоумеваем тому, как можно в 21 веке быть неверующим. Когда действительно ученые приходят к тому, что действительно был некий гениальный инженер, который сотворил весь этот прекрасный окружающий нас, и очень сложный мир. Очень сложный. Случайности не может быть. И мы должны быть четко, знать и твердо стоять на позиции, на той позиции, что все волосы на голове человека сочтены. И ни один волос не упадет с головы человека без промысла, без ведома Божия. Все промыслительно, все по воле Божией в этом мире творится. Вот это первое, о чем мы должны помнить с прошлого воскресного евангельского чтения – терпение. И, конечно, очень важные слова, которые Господь заключил, то чтение евангельское прошлого воскресенья, это когда Он обратился к тому расслабленному, которого Он исцелил, и сказал, смотри больше, вот ты сейчас здоровый, смотри больше не греши, дабы не было тебе еще чего хуже. Смотри, больше не греши, дабы не было тебе чего и хуже даже. То есть это относится непосредственно к нам с вами. Мы понимаем, что Слово Божие, оно вечно. Слово Божие вечно, оно не заключено в рамке временной, то есть вот две тысячи лет назад Он обратился к какому-то расслабленному. Да нет, Он две тысячи лет обращается и сейчас обращается к нам. И только в скончании века Он будет обращаться и говорить нам, смотрите, не грешите больше, чтобы не было вам еще хуже. Почему это обращение касается нас с вами, верующих людей, в особенности верующих людей? Потому что нам действительно, сделав нас верующими по какой-то причине своей, по любви вообще-то в принципе, причина одна, любовь. Но просто мы в свое время откликнулись на Его вот это слово, открыли сердца своей, душу свою и стали верующими. То есть мы вообще в принципе попали в горницу, где собралось много званых. Наша цель попасть в следующую горницу, где избранные собираются. Так вот мы уже в горнице, где званые. А кому много дано знаний, с того больше будет спрошено. И это очень важно. Вот сегодняшнее евангельское чтение, которое мы с вами слышали сегодня. Ну, о чем сегодняшнее Евангелие рассказывает, давайте вспомним. То есть Господь наш Иисус Христос после великого праздника Пасхи еврейской, они из Иерусалима шли в свою страну, в которой они жили, и проходили земли Самарии, самарийской земли. Это был первый год благовестия Христова. Первый год благовестия Христова. Еще никаких особых чудес он не совершил. Еще никому не говорил. Или так, воспринимали еще его как пророка, может быть, великого пророка, который наделен был какими-то удивительными от Бога дарами, когда мог и проповедовать, и слово его было силой. Люди уже начали, ну, ученики уже появились у него, и слушали уже Господа иудеи. А тут самаряне. Земля самарийская, напомню вам, это просто, вот эта местность была в свое время завоевана Ассирийским царством. И как каждый захватчик старается, как бы, привязать захваченные земли навсегда к своей территории, так сделали ассирийцы тогда. То есть многие иудеи были, евреи были забраны в рабство, увидены для того, чтобы потом там, в Ассирии, ассимилироваться, как бы исчезнуть, раствориться в этом народе ассирийском. А сюда были, переселялись ассирийцы, тоже для той цели, что те, кто евреи остались, смешались вместе с ассирийцами, и вот какой-то новый народ появился. Так оно и получилось. Вот эти самаряне, это были как раз смесь евреев с ассирийцами. И самое удивительное, что ассирийцы, будучи такими жесткими язычниками, они восприняли все-таки веру местного населения. Они продолжали веровать или веровали в единого Бога Отца, который сотворил весь окружающий мир. Единственное, что они не все книги Моисеевы, как мы сейчас говорим, Ветхого Завета признавали. Кроме того, они не ходили в Иерусалим, кланяются в храме, построили свой на горе Горезим храм, где поклонялись. У них были свои первосвященники, священники и так далее, и так далее, и так далее. И именно поэтому ненавидели их евреи, по какой причине? То есть они не были язычниками, а стали еретиками. То есть они, с точки зрения иудеев, они исказили учения, исказили. То есть вот этот путь прямой, спасительный, они увели в какую-то сторону, а это шло к погибели. И именно поэтому мы сегодня слышали слова женщины самарянской, которая говорила Иисусу Христу, когда Он обратился к ней с просьбой дать Ему попить. Вы же с нами не общаетесь. Мы же для вас еретики. Как ты можешь просить у меня, у самарянки, этой воды? Ну вот сегодня, дорогие братья и сестры, здесь тоже несколько весьма поучительных для нас событий произошло. Во-первых, Господь наш Иисус Христос, как вы слышали сейчас в Евангелии, открыл самарянской женщине, что Он и есть тот Мессии, которого они ожидают. Ибо самаряне, так же, как и иудеи, ждали Мессию. Она прямо ему сказала, да, мы знаем, что придет Христос, то есть помазание кожей, который нас наставит на всякую истину. Они ожидали Мессию. Почему ей открыл Он? Почему не иудеи? Потому что Господь четко, совершенно знал и понимал. Иудеи, родные мои, они уже в то время ждали Мессию, который нужен был им. Они уже в своем воображении или в предположениях построили себе уже образ этого Мессии, который должен был появиться. Потому что пророки говорили, что Мессия завоюет весь мир. Значит, кого они ожидали? Как мы часто говорим, царя, воина, какого-то воевода и так далее, который завоюет весь мир. Вот кто им нужен. А тут пришел от Бога Мессия, кроткий и смиренный сердцем. Кроткий и смиренным сердцем. Как мы сегодня из Евангелия слышали, самаряне восприняли Его. Потому что они не ожидали воина или царя. Они ожидали Мессию, которого Бог пошлет им. А каков будет этот Мессия, это уже дело Божие. И именно поэтому Господь и открылся самарянке. Но смотрите, она сразу же восприняла Его как Мессию. Она же побежала в водоносы, бросила свои, пошла в город и стала говорить, идите посмотрите. Это человек, который узнал тайные, сокровенные, мою жизнь сокровенную, которую никто не знал, кроме меня. Другой момент, а почему самарянка действительно восприняла Иисуса из Назарета как Мессию? Ну, во-первых, родные мои, она призналась в том, что она действительно грешила. И этот человек, который ей не муж, а просто сужитель сегодняшний. Родные мои, это уже начало покаяния. То есть, когда человек признает, что он совершает грех, это уже начало спасительного пути. Возьмите разбойника на Голгофе. Разбойник на Голгофе, сначала же он так же издевался над Господом Иисусом Христом, как и его собратц, который с левой стороны от Господа был распят. А что потом случилось? Вдруг дошло до него. И он говорит, что перестань ругать его. Мы с тобой заслужили этой казни. Видите, оценка в своей жизни предыдущей была. Мы заслужили. То есть, пошла, совершенно преобразился он потому, что начался процесс покаянный. Изменение внутреннего состояния человека. Мы заслужили. А он-то без греха. За что он мучается? Помяни меня Господи во Царствие Своем. Так же и сегодняшняя самарянка. Она побежала, сказала людям, идите посмотрите. У меня впечатление, что это Мессия. Они прибежали, посмотрели. И, как мы с вами знаем, поняли тоже. Их вот эти незамутненные сердца, чистые сердца, которые ждали Мессию от Бога, а не воображаемого, которого ждали иудеи. И по какой причине этот Мессия, который от Бога пришел, им не нужен был. Они его убили. И они и сегодня ждут этого Мессия. Они ждут царя. Они его ждут. Придет он? Придет, придет. Только он придет вместо Христа. Имя ему Антихрист. Он придет. Он действительно будет царем, который завоевает весь мир. И все будут радоваться. А он, Иерусалимский храм, храм Соломонов, восстановит и так далее. Придет он, дождутся. А вот самаряне, как прообраз тех иных народов, которых и мы с вами, в общем-то, представляем, и это важно, примут Христа, Спасителя, даже не видя Его. Вспомним апостола Фому, да? Фома, ты уверовал, потому что ты меня видишь. И раны мои ты видишь. И ты можешь вложить персты свои в мои раны. А в блаженные те, которые станут верующими, не видя меня. Это про нас с вами и говорится. То есть Господь коснулся наших сердец когда-то, и мы открыли эти сердца наши. И у нас заработал наш духовный организм. Родные мои, дальше же интересная беседа пошла. Ну, во-первых, помните, Самарянка спросила, Вы все время говорите, что нужно поклоняться Богу только в Иерусалимском храме. А мы себе на горе Горизим построили храм и там поклоняемся. Так правильно мы делаем или нет? И Господь, как мы с вами помним сегодня, сказал ей, что Бог есть дух. Поэтому придет время, и уже пришло время, когда начнут поклоняться Богу в духе и истине. Итак, раны мои, Бог есть дух. Бог есть не некто, дедушка, который где-то там на блоках сидит, на какой-то планете проживает и тому подобное. Ничего подобного. Ничего подобного. Бог есть дух. Он везде. Он каждую частицу нашего тела пронизывает. Везде. Во всей вселенной. Вся вселенная это Бог и есть. Он находится в этой вселенной. А видимым, мы видим только Его творение как бы физического мира. Ну, мы все время говорим о том, что и мы с вами, люди, принадлежим и к физическому миру, материальному, но и, в отличие от других животных, которых сотворил Господь, мы принадлежим и к духовному миру. И вот тут-то, вот важный для нас момент. В духе и истине будут поклоняться. Бог есть дух. Поэтому и в каком-то месте, какие-то обряды совершая, мы с вами будем спасаться и поклоняться Господу Богу. Но в духе. Потому что, ну, все-таки апостол Павел делил как бы человека не на две части, то есть материальное, физическое, естество, плод наш, и наша душа. А все-таки душа и дух. И я все время обращаю внимание на это деление, потому что оно очень правильное. Все-таки душевная составляющая наша, это область эмоций, мыслей наших, переживаний, творчества человеческого. Это то, что как бы в нашей душе, тот участок нашей души, который участвует в нашей земной жизни. А вот дух. Душевный человек мы знаем, кто такой, а духовное лицо. И тут же же мы с вами скажем, духовное лицо, это верующий человек, это тот, кто обращается к Богу. Да, эта часть, к сожалению, у многих людей она мертвая, так Господь прямо говорил. Она не живая. Для того, чтобы она ожила, нужно предпринять меры, услышать глаз Божий, открыть сердце свое, и тогда он входит в нас, и тогда оживает наши очи духовные. Этим мы отличаемся от людей неверующих. Этим каждый, кто здесь стоит, и отличается от людей неверующих именно тем, что у нас и совесть наша заработала. А это глаз Божий в каждом человеке. И душа наша ожила. И Господь сегодня говорил об этом. Я сейчас еще вернусь к этим словам, что мы будем поклоняться в духе. Потому что, вот мы с вами знаем, Господь нам говорил о том, что Царствие Небесное внутри нас есть. Помним это? Опять же, ни на небесах где-то, ни на какой-то Сириусе, на какой-то планете. Вот здесь, внутри нас, Царствие Небесное. Поэтому борьба идет за душу каждого человека. Вот тут у нас, внутри, а не где-то там, за облаками. И стать частью Царствия Небесного каждый из нас может, каждый из нас. Ибо Господь и сотворил нас частью этого Небесного Царствия. Он нас сотворил частью Небесного Царствия. Где-то нет болезней, ни печали, ни воздыханий. Просто мы все испортили. Мы себя вытолкнули из Царствия Небесного своими поступками. Нарушив заповеди Божии. Так вот, действительно, поклоняясь Богу в Духе Своем, Господь сказал и истине. Истина очень важна, родные мои. Вот сейчас, только что недавно встречался с человеком, он занимается эзотерикой, и там всякими этими восточными там религиями, воззрениями, теософией, всякими такими вещами. И сам мне говорит, что, вот я разговаривал с одним священником, он сказал, что вы попытаетесь в духовную жизнь зайти с черного хода. Родные мои, правильно, батюшка правильно ему сказал, я бы подтвердил это, действительно. Ты лезешь с черного хода. Но там, почему вход называется черным? Там темно. Там темно, там нет света. А в духовном мире много разных сущностей, и страшных, в том числе, огромных киши ими. Так вот, когда вы влазите с другой стороны, не в истине поклоняетесь, а какими-то своими воззрениями, представлениями или заблуждениями, идя за слепыми вождями, которые эти заблуждения внедрили. С помощью дьявола, конечно же, мы понимаем, в этом мире. И идут люди в погибель, широким и легким путем. А у нас путь очень тяжелый, родные мои. Блюдите, Господь сказал, ибо опасно ходите, как по лезвию бритвы идем. Он узок этот путь наш ко спасению. И лукавый так и норовит наш спить, чтобы мы упали на этот широкий и легкий путь, который вот туда ведет, совсем вдруг вниз ведет, в черное место. Поэтому в истине поклоняться, это значит быть в Его Церкви, в Его Церкви, которую Господь на этой земле и сотворил. Для чего? Чтобы хранить эту истину, и чтобы мы не заблудились с вами и не погибли. А эту истину разъяснять нам с вами. Именно поэтому мы уверенно с вами говорим, мы принадлежим Церкви той, которую Христос на этой земле основал. Значит, она является столпом и утверждением этой истины. И вот когда мы будем действительно в Духе истины поклоняться, это действительно поклонение Его спасению. Каким образом сделать так, чтобы начать действительно Господа слышать, чтобы очи наши духовные Его видели? Что нужно делать? А Господь сказал сегодня этой женщине, «Я прошу тебя простой воды, и ты сейчас напьешься и опять захочешь пить, конечно же, вот жаждешь». И это правильно. И даже если касаться душевной жизни людей в миру, не духовной, а душевной жизни людей в миру, то дьявол подсунул людям цели, например, обогащения. Скажите, если человек, вот он мечтал какой-то миллион, каких денег, каких хотите, долларов, рублей, какие хотите. Вот он мечтал, он его получил каким-то образом, этот миллион. Он насытился? Ему больше пить не захочется? Еще больше. Правильно, еще больше. Поэтому вот это душевные такие цели, которые люди ставят себе, они не насыщают. Он еще больше будет хотеть жаждать наживы там, я не знаю, карьеры, чего хотите. Господь говорил совсем о другом ей, о живой воде, которая, если ты ее выпьешь, эту живую воду, то это будет источник воспасения тебе, который будет вести тебя действительно в Царствие Небесное Господу Богу. Что за живая вода? Опять же, это Слово Божие. Дорогие братья и сестры, это Слово Божие. Господь сюда пришел в этот мир, и Он, подвиг на Голгофе, совершил нас ради, человек нашего, ради спасения. Но принес эту благую весть, спасительную весть, Он принес эту живую воду. О, эта живая вода изливается на любого человека. Вот, Священное Писание, открой, и эта вода польется тебе, в тебя внутрь. Меняется человек, который, ну что, разве мы сами не можем свидетельствовать? Когда мы начинаем читать Евангелие, мы же начинаем, мы как бы уходим в совсем другой мир. Из этого мира, в котором мы живем, мы работаем, мы учимся и должны это делать, но мы уходим в совсем другой мир. Именно поэтому, нудным образом, Церковь постоянно говорит одно и то же. Одну-две главы каждый день мы должны читать. Как она, Церковь нам надоела одно и то же. Говорит, 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 но времени же нету на это. Неродные мои, я как вспоминаю свою тетю, рижскую или бабушку, то у них красный угол был и стояла аналой такой, вот как у нас стоит, вот такой. Да, и там раскрытые Евангелия. То есть собирались все, и там они, ну было время, они перед ужином, например, вся семья когда собиралась, там открытое Евангелие, они читали эти две главы, все перевернули, странички перевернули, все. Это так просто оказывается. И как это сложно, потому что времени-то нету, и мы уже 655 раз читали это, и что опять читать и так далее. Нет, это живая вода, и она изливается на нас, она действительно делает нашу душу живой. И когда мы сегодня с вами слышали, дорогие братья и сестры, когда пришли ученики Христовы и принесли кушать Ему, ибо они удалились от Господа, чтобы питание купить, закупить. Они предложили Господу, а что Он сказал? Да у меня есть уже пища, но совсем иная, не такая, как у вас. Какая пища? А пища моя – это сотворить волю того, кто послал Меня. Сотворить волю того, кто послал Меня. И исполнить Его дела. Вот как Господь сказал. То есть, сотворить волю и исполнить дела. Это тоже нас касаются, вот эти слова. Потому что Господь говорит о совсем другой пище, о духовной пище. Пища, которая нужна нашей душе – это что? В первую очередь, конечно, это молитва. Я говорил о живой воде – это Слово Божие, которое оживляет, да, орошает нашу душу. А пищей является молитва – это связь с Богом. Молитва – это связь с Богом. Если мы хотим быть Божьи, если действительно мы хотим спастись, так как же мы отпускаем молитвы? И, наверное, многие из вас, родные мои, только что пройдя время Великого Поста, вообще мы ощутили во время Великого Поста себя по-настоящему христианами. Когда мы не опускали правила свои, постоянно молились, когда мы Священное Писание читали, когда мы часто были в храме, когда мы действительно о Господе Боге помнили, потому что и пост соблюдали, строго все делали. Как было хорошо, мы были Божьи. Пасха прошла, и пошел откат наш. Пошел наш откат, мы опять становимся тепло-хладными, родные мои. Только что мы с вами были в числе избранных. Вот только что, несколько недель назад, мы были в числе избранных уже в этой горнице, где были избранные. И потихонечку, охлаждаясь, вот это, как бы, горение свое в вере, мы откатываемся назад и уже в горнице, где только званые. Ну, а худший вариант, когда человек вообще остывает, и вообще уходит из церкви. И, родные мои, мы должны это помнить обязательно. Разговор с Богом, он обогащает нам, он нас каким-то образом помогает нам быть верующими. Потому что почему необходимо молиться Господу Богу? Почему? Да потому что ничего человеком невозможно, а все возможно Богу. То есть, пожалуйста, пей живую воду, читай Священное Писание, да, попробуй сотворить дела или промысел Божий у нас, волю Божию. Попробуй ты это сделать. Невозможно человеком, все возможно Богу. И именно поэтому мы-то и просим Господа Бога, помилуй нас и помоги нам, потому что без тебя мы действительно ко спасению прийти не можем. Итак, нас Господь научает, и ни в коем случае мы ни в какой унынии не впадаем, если у нас неудача какая-то приключилась. Ни в коем случае ни в какой унынии не впадаем, если у нас какие-то несчастья нас начали постигать. Ни в коем разе мы благодарим Бога за все. Как верующие люди мы говорим, слава Богу тебе, слава Господе тебе за все. Здоров, здоров, слава тебе Господи. Больной, больной, слава тебе Господи. Богатый, богатый, опасно. Бедный, это лучше. Но тоже опасно, тоже опасно. Так что за все благодарим Господа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok